Мы вместе с Азербайджаном не только на поле боя, но и в восстановлении и строительстве освобожденных территорий. Об этом на встрече с премьер-министром Азербайджана Алиасадовым заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Стороны отмечают, что перспектив для дальнейшего развития двух стран немало, в их числе и участие турецких компаний в проектах по восстановлению Карабаха. На встрече была высоко оценена взаимопомощь, оказанная государствами в период пандемии. В Азербайджан в самое нужное время прибыли турецкие врачи, поделились своим опытом с местными медработниками. Турция также оказала нам помощь в снабжении вакцинами против коронавируса. Хочу также выразить благодарность руководству вашей страны. Турецкий лидер и весь турецкий народ во время 44-дневной отечественной войны нас поддержали, тем самым показав всему миру, насколько прочна связь двух братских стран. Мы поддерживали Азербайджан в его справедливой борьбе с первых дней. Одна нация, два государства. Для нас это не просто слова. Мы с братским Азербайджаном не только на поле боя, но и в восстановлении и строительстве освобожденных территорий. Нам еще многое предстоит сделать в Карабахе. Планов предостаточно, как и работы для дальнейшего успешного сотрудничества наших стран. Кроме девятого заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в Анкаре должен состояться бизнес-форум «Турция-Азербайджан». В работе мероприятия под председательством Али Асадова и Фуат Октая примут участие около 150 представителей частного сектора двух стран. Девятое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству «Турция-Азербайджан» намечено на 19 февраля. Ожидается, что в президентском столичном комплексе состоится церемония подписания ряда межправительственных документов. По информации источников, в администрации президента Турции объем торговых соглашений между двумя странами в государственном и частном секторах превысит 100 миллионов долларов. В рамках визита главу азербайджанского правительства принял президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки сотрудничества. Эльнара Алиева, CBC.